Сегодня среди молодых людей все большую популярность приобретают средства индивидуальной мобильности. Они легкие, быстрые, удобные и, конечно же, сегодня это модные средства передвижения. Но не стоит забывать, что они таят потенциальную опасность, ведь некоторые самокаты, сегвеи, развивают скорость до 80 км в час, что вполне может стать причиной несчастного случая. Естественно, существуют велодорожки, по которым подобные средства передвижения должны осуществлять проезд, однако опасность все равно остается. Данные участники должны двигаться по велым дорожкам, а также пересекать проезжую часть по велосипедным переездам. Данным транспортом может управлять только лицо, достигшее 14-летнего возраста. При этом, естественно, участник должен находиться в трезвом состоянии. В темное время суток должен быть обозначен световозвращающим элементом. И сам самокат, электросамокат, гироскутер, сегве, то есть средство персональной мобильности в темное время суток, должно быть обозначено фарой фонарем, которая позволит в темное время суток своевременно увидеть препятствия и перенять меры непосредственно к недопущению каких-либо последствий на дороге. Гироскутер, моноколесо, электросамокат, электрический велосипед. Каждый из этих средств передвижения на первый взгляд безобидное. Но, разобравшись лучше, становится понятно, что, несмотря на маленькие габариты, они могут легко причинить вред обычным прохожим. Именно потому в форме беседы сотрудники ГАИ выяснили, знают ли юные брещане правила безопасности при управлении средствами индивидуальной мобильности. В ходе акции участникам были вручены информационные буклеты и фликеры. Я хочу вам подарить от госавтоинспекции вот такие фликера, которые позволят вас в темное время суток видеть всем участникам дорожного движения. Хорошо? Можно на ручку, Лидия, будешь так, держи, вот так тебе, от ГАИ. Соблюдайте правила и никогда не нарушайте их. Если на велосипеде, то надо слезть с него и в руках его вести. Если на скейтах, то надо и взять их в руки. А какие вы еще соблюдаете правила безопасности, вот если вы катаетесь в вечернее время? Фликеры носим. И мы стараемся так быстро не ездить. Ну, смотреть еще, куда мы едем. Не превышая скорость, я же по велосипедным дорожкам оборудован фонарем. Самокат с двух сторон у меня есть еще подсветка. Сзади тоже фонарик. А я должен быть оснащен фликером. Приятно слышать, что почти каждый человек понимает, что средства индивидуальной мобильности – это не игрушка. И несоблюдение правил безопасности может повлечь не только административную ответственность, но и навредить здоровью.